Иван, дзюдо это сложно? Нет, если это интересно, если это каждый день, то это просто. Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планеты Дзюдо. И сегодня мы в гостях в город Черноголовка, Московская область. Бойцовский клуб «Ультиматум». Здесь проводят занятия Большаков Иван. И давайте мы посмотрим сейчас, что здесь. Экскурсию по этому клубу и дальнейшее интервью и тренировку нам поможет в этом сам Иван. Итак, идем найдем Ивана. Иван, здравствуйте. Добрый день. Ну что, добрался я до Черноголовки. Спасибо тебе, что ты пригласил меня в клуб, где ты проводишь занятия. Ну, давай показывай, что это за клуб, вообще, кто его создал и экскурсию по всему клубу. Хорошо, создавал этот клуб Денисов Кирилл Олегович. Он здесь тренирует уже с 90-х. И я с 2016 года пришел к нему, чтобы открыть сердце Дзюдо, чем занимаюсь уже давно, 20 лет. Ну что, идем, сделаешь нам экскурсию по клубу. Так, а помогает нам Ярослава, юная дзюдоистка. Так, это у нас здесь фросфит-зона. И здесь занимаются малыши 4-6 лет. Это у меня дзюдо. Вот на этой половине здесь мы выполняем элементы акробатики, стрелевые упражнения. Учимся двигаться в захватах. Общая физическая подготовка у малышей. Ну, взрослые используют эту зону как кроссфит. Дальше у нас ринг. Здесь занимаются боксеры. У нас много направлений для женщин. Ну и взрослые приходят, занимаются боксом. И спортивное направление, и озверительный бокс тоже. Ну, я смотрю, так, ну, профессиональное оборудование такое, достаточно хорошее. То есть, ринг очень хороший. И вообще все так уютно здесь, все сделано. Так, еще дальше. Еще есть? Да, есть, конечно. Так, идем дальше. С какого года ты начал занятия именно вот в этом клубе? С 2016 года, вот, в августе я пришел. Открыл отделение ЦИДО, и первая группа из пяти малышей. Вот, 7 лет. 7-летних ребят у меня была вся цель. Сегодня они продолжают заниматься? Кто-то остался еще? Да, есть те ребята, которые до сих пор еще занимаются, выступают на соревнованиях. Есть те, кто им не спортивные цели преследует, а оздоровление. Используют ЦИДО, как физическая культура, учат ката. Так, здесь коридор у нас. Вот, висят куртки самбо. Это кто занимается, да? Могут здесь оставлять свои вещи? Могут оставлять, и есть клубные вещи, которые для новобранцев, новичков. Так, это такой холл для родителей. Да, родители, да, ожидают родители. Детишки ожидают свои тренировки. Здесь записи идут у вас разных мероприятий, да? Да, записи соревнований. Ребята смотрят, делятся своими успехами. Хорошо. Так, здесь, как это говорят, святая святых, да? Тренерская, где рождаются все задумки. Да, да. Наши мысли. Да, вот видите, вот здесь даже мы тоже вот... Все, отсюда. Вот отсюда мы начали свой поход. Здесь уже и чай попили мы, да. Так, идем дальше. Ярослава, а что такое джидо? Джидо – это такое место, где можно бороться и тренироваться в разных местах. Ну, я знаю, что на джидо еще чай дают и пирожок. Угу. Точно? Угу. Так, продолжаем. Да, ну, здесь вот мешки, груши, боксеров. Ага, это зал для боксеров, да? Да, 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 они вот свою часть тренировки могут проводить здесь. Вот, и здесь бьют по нишкам. Угу. А вот здесь уже именно борцовский ковер. Зона для борьбы. Да, хороший зал, очень просторный достаточно. Ну, так он, широкий и достаточно мягкий, удобный для занятий, особенно с детьми, да? Да. Не травмоопасный, так назовем. Хороший зал, все уютно. Ну, видно, что подготовлены есть на стенах. Это изначально, сейчас иногда приезжаешь, не везде, но, к сожалению, такое есть. Кстати, как-то давно я разговаривал с Владимиром Николаевичем Вильчаниновым, и он говорит, что если на стенах сделать, обложить, вот как здесь сделаны маты, да, мягкие, безопасные маты, то не фактически, а психологически зал увеличивается на два метра, потому что... Нет этой зоны безопасности. Не боишься... Которой боишься подходить. Да, а здесь ты понимаешь, что здесь есть мягкая подстилка, где ты в любом случае... Ты действуешь уже даже, когда отрабатываешь, не боишься на краю отрабатывать. Да, Ярослав уже себе организовал тренировку. Так, скажи, пожалуйста, сегодня что будет здесь проходить? Ну, одно, наверное, из требований родителей, моих воспитанников, было еще для них что-то сделать. Потому что есть родители очень увлеченные занятием своих детей, и сами рвутся тоже пробовать, пробовать что-то новое, как хобби, как физкультура, как фитнес. Ну, вот, я сделал для них семейное дзюдо, вместе с детишками они выполняют элементы дзюдо. Вот, и в конце, еще и для родителей иногда дзюнаката, пробуем, пробуем учим упражнения. То есть здесь по выходным ты проводишь так называемое, ну, семейное дзюдо, да? Да, да. Утром прихожу, здесь у нас день борьбы, стационарно мы проводим, самбисты, фатаисты делятся опытом. И после них приходят родители, и детишки, как у ФП, остаются, доделывают, и родители к ним присоединяются, вот, и вместе тренируются. Ну, мы посмотрим дальше, как проходят занятия, и тоже все это снимем. Вот сейчас начинаются занятия семейное дзюдо, и вот ребята сзади и родители. Ну, мы давайте посмотрим, как проходят занятия, и что выполняют, какие задачи. По команде Джмэ, подпекаем, да, и находим своего ребенка, о, родители. Ребенок находится в его родителе. Хорошо. Себа, разошлись по залу. Джмэ! Себа, разошлись, родители поменяли место. Себа, разошлись, родители поменяли место. Все, мы не валим с ног. Наши задачи сейчас не уронить, а просто осалить. Понятно? Собирай почту. Вниматели, смотрим, куда бежим. Хорошо, искайтесь. Себа, ножу ловите в руки. Кто на ножке? Ярслава и караканчик. Наши тебя поймали. Ладошка в ладошку упирается. Прыжками отпрыгиваете. Ноги вместе, ноги врозь. Вместе, врозь. Вместе, врозь. Нажимаем? Вместе, врозь. Вместе, врозь. Ножки. А кто-то лицом идет. Пяточка к носочку. Держим равновесие, не падаем. Пяточка к носочку ставим. Закручиваем торище. Опа перемещает. Стопаем вместе. Пяточки, носочки. Пяточки, носочки. Закручиваем торище. Ручки на себя разворачивайся. 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 Толкнули друг друга в ладоши. Падение назад. Под пороги прижимаем. Ручки на себя разворачивайся. Толкнули друг друга в ладоши. Ручки на себя разворачивайся. Многие ручки на себя разворачивайся. со взящими шагами Субтитры делал DimaTorzok Уберем Идем Шикарный 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 Захват пытается взять Можно до плеча остаться А ребенок должен Шагом назад Убрать свое плечо Вот, давай раз попробуем Тай собаки делаешь, а я вот Раз, убрала ручку, пришел Обязательно, чтобы нога работала Все туловище должно втанть Так, туловище Все туловище разварчивается Чувствуй дистанцию Стоять не чувствуешь Не двигаться на месте Только на газ ходит И возвращайся обратно Шагом назад Работа на одной месте Родители детей Ручки прижимают Андрюш, ты должен сесть Садись Давай, давай, двигайся, двигайся Садись, вылезай Садись, садись Сесть на полку Вырвались Хорошо Его задача сесть Хорошо? Ты забираешься Давай, двигайся, двигайся Давай, двигайся а а в 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 а в в в в в Выставляем из головы рук треугольник, чтобы у нас основание образовалось треугольник. Юша, сначала послушайся, дальше ребенок старается выпрямляться, сначала он стоит согнувшись, японка встает, родители поддерживают, можно сначала держать на две ноги, отпускать, спокойно, ребенок ищет баланс. Поменяли стрелями ноги. Родители сидят, дети помогают, пареночки давить. Родители сидят, родители тоже крепчают, весело, активно проводим время. Буду готовиться, еще интереснее что-то готовить, чтобы новое было. Дзюдо это сложно? Дзюдо это интересно. Нет, не сложно. Не сложно, но интересно. Дзюдо это полезно? Дзюдо это не сложно, пока в него не вникнешь. Так, со стороны очень красиво, легко и прекрасно. Но когда начинаешь сам, конечно, тренироваться, то сей поток сводит только так, за полчаса. Какую задачу вы преследуете вот этими занятиями? В первую очередь, установление более крепкой связи с ребенком, потому что времени, как правило, не хватает. Это одно из немногих занятий, которые мы можем проводить вместе. То есть, фактически, у меня, допустим, один день в неделю, то я с ребенком хожу на дзюдо. У нас некое такое знаковое событие, когда мы вместе занимаемся, делаем какие-то упражнения, готовимся к этим занятиям. И вместе его проводим, получаем удовольствие. В первую очередь поставить дух ребенку, дух спортивный. И какая-то дисциплина воспитывает наряду со школой, вот с домашним обучением. Здесь они очень много получают дисциплины. Ну, конечно, это здорово, потому что это общение, это контакт с ребенком. Я был первый раз, мне очень понравилось. Если будет продолжение, я тоже буду подходить. Просто это здорово. Это стать на один уровень с ребенком, чтобы понять, как он думает, и, соответственно, ближе к нему, и развить эту философию, и вспомнить детство. Я примерно в таком же... У меня сейчас двое детей ходят сюда, к Ивану Митлевичу, на секцию. В таком же возрасте я ходил. Правда, недолго, к сожалению. Сейчас я очень рад, что такая возможность у меня появилась. И с детьми это особенно приятно, потому что они очень много дают своего опыта мне, потому что они уже ходят второй год у меня. Поэтому спасибо за такую возможность. Что бы вы могли посоветовать другим родителям? Ну, что бы их могло, может быть, так сказать, внешне мотивировать привести своих детей на дзюдо и самим попробовать позаниматься? Ну, не знаю, мне кажется, дзюдо, в первую очередь, это вот какая-то сила воли, сила духа в том же... И все это, ну, в каком-то спокойном, не знаю, спокойном... Ну, опять же таки, духе дзюдо, вот какое-то спокойствие такое, вот и, в принципе, здесь можно, мне кажется, его ощутить. Вот это вот спортивное поведение соперников и самого себя. Ну, а плюс наше непростое время – это редкая возможность создать себе проблемы. И сует его где-то там за стеной, а здесь заняться каким-то приятным и полезным делом. Ну, я рекомендую отдавать ребенку дзюдо, потому что вот мой сын, занимается второй год, и в этом году он ездил в лагерь и общался с ребенком, который его на 2 года старше, и раньше он в диспансере обижал. В этом году он так себя, мой сын так сделал, что тот ребенок больше к нему не подходил. Он ему объяснил раз и навсегда, что больше ты меня не обидишь. Так что отдавайте свои детей нельзя. Дзюдо – спокойный вид спорта – это восточная философия, каждый год – восточный вид спорта. И в первую очередь отдавайте родителям своих детей спорт. Это дисциплина, это выдержанность, и всегда это в будущем везде поможет. Соглашусь с предыдущим папой, у нас одна из целей, почему мы пошли на дзюдо – это чтобы ребенок стал уравновешеннее, спокойнее, мудрее, умел справляться со своими эмоциями, в том числе и через физическую нагрузку. Вы довольны тем, куда вы вообще попали? Очень. Конечно. Особая благодарность тренеру. Ну куда же без него-то. Спасибо и всего вам доброго. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Вы увидели, как проходят занятия в группе семейное дзюдо. И я думаю, что на этом видео вы можете получить для себя общее представление вообще, как проходят здесь занятия, и узнать побольше о тренере. И если вы живете в Черноголовке, если вы где-то рядом и будете здесь, заходите в этот клуб. Если вы родитель, то можете записать своего ребенка в этот клуб. Я от себя лично рекомендую это место. Так что приходите. Ну, я уверен, что хуже не будет. С вами был Роман Карасьев, и вы смотрели «Планета дзюдо». До свидания. До свидания.